Замена сливного насоса в стиральной машине. Будем разговаривать вообще в принципе про сливные насосы. Почему они ломаются? На примере конкретно Samsung. Какие бывают насосы, в том числе для Bosch, для LG, для Zanussi, для всех-всех-всех, все поговорим. Как их проверить, какие они бывают, как заменить. Все разновидности, обо всем по порядку. Погнали. Первое, это почему же, собственно говоря, стиральная машина не сливает воду. То есть, происходит это по трем причинам. Три возможных причины. Первая причина. Не приходит напряжение на сам сливной насос. То есть, 220 на него не приходит, он, соответственно, и не сливает. Вторая возможная причина. За напряжение, кстати, отвечает у нас модуль управления, силовой модуль управления, о котором мы сейчас все поговорим. Вторая возможная причина. Это некуда сливать, то есть, забитый либо фильтр слива, либо шланги сливные. То есть, это тоже достаточно распространенная проблема, болячка, и об этом тоже мы поговорим. И третья причина. Это неисправен сам сливной насос. Вещь эта одноразовая, то есть, она не ремонтируемая. То есть, запомните, она не ремонтируемая. Кто-то пытается их тут разобрать, тут еще что-то. Она вот у нас сейчас по акции стоит 350 рублей. Вот он, 350 рублей вот эти алюминиевые насосы. И работают они замечательно. То есть, они, как правило, ломаются по нескольким причинам. Но давайте по порядку сначала про 220 вольт. Вот у нас две стиральных машинки. Одна фронтальные загрузки, вторая вертикальные загрузки. И насосы здесь меняются по-разному. В большинстве, у большинства пользователей, вот такое расположение, классическая, так сказать, стиральная машинка. И достаточно положить ее на бок, открутить вот это вот шумоизоляция и защита от пыли и прочего. То есть, откручиваем ее один болтик, второй болтик и получаем доступ к сливному насосу. Здесь так просто нагнуть у вас не получится. Здесь у вас надо снимать вот эту боковую стенку. Соответственно, вы откручиваете один болтик, второй, третий. Сдвигаете ее и убираете в сторону и получаете доступ к сливному насосу. Одно из лучших, это, конечно же, вот у нас наш горячо любимый Samsung. Здесь у нас что внутри? Вот я снял крышечку. Что у нас здесь внутри? Сливной насос. Патрубок, который идет с нижней точки бака, внутри которого вращается барабан. Здесь же находится электродвигатель с ременной передачей, питание этого электродвигателя и питание, собственно говоря, нашего насоса. Тут же, при желании, можно вот там добраться до нагревательного элемента, но нам это пока не принципиально. Нам главное добраться до сливного насоса. Первое, прежде чем что-то делать, надо открутить сливной фильтр и слить всю воду. Чтобы слить фильтр, а чтобы слить, точнее, воду, нужно открутить вот этот фильтр. Находится он за декоративной накладкой на данной модели. Где-то может быть отдельный вот лючочек, да? То есть, где вы открыли, спокойненько закрыли. То есть, все это цивильно. Но это Bosch, извините меня, а это Samsung. Соответственно, вам надо теперь, если у вас машинка стоит вот так, вот как в нашем состоянии, да? И у нас еще плюс даже тут... Видите, водичка есть. Мы откручиваем. Если у вас не откручивается вот эта вот пробочка, да, то можно, конечно, без фанатизма и вот так вот открутить пассатишками, но не до конца. Здесь у вас должна уже быть тряпочка, но у нас здесь, скорее всего, не потечет вода, но все равно откручиваем. Аккуратненько вынимаем. Вот и весь, собственно говоря, фильтр. После того, как открутили его, вот его весь рассмотрели, чтобы вот там, где дырочка есть, она там должна быть. То есть здесь ничего не должно. Шерсти там, муха, еще чего-то. Ничего не должно быть в этой дырочке. И обязательно заглянули вовнутрь. Внутри у нас вот находится такая вот крыльчаточка. Вот видите, я ее кручу. Вот. Сейчас покажу, как она устроена. И она должна свободно вращаться пальцем. Она так с дерганем, конечно, крутится, но, по крайней мере, должна крутиться. И никакие здесь вот не должны. Косточки от бюстгальтера, нитки какие-то, волосы, спички, саморезы, еще что-то. Ничего здесь не должно быть. То есть вы должны вынуть спокойно. У вас здесь все есть. Вот. Здесь у нас пробочка устроена таким образом, что есть резиночка. И когда мы ее назад вставляем и закручиваем, эта резиночка одновременно является уплотнителем. Теперь вот смотрите, как устроен сам сливной насос. Вот я разобрал уже один. Вот у нас катушка, которая, ну, в данном случае из алюминиевой проволоки. Но это не страшно. Не надо этого пугаться. Оно может быть из алюминиевой или из медной. Не так это принципиально. Которая накручена на вот такой вот пластины металлические. Эти пластины нужны для того, чтобы здесь у нас вставлялся вот этот вот магнитный ротор. Видите, он прямо сам туда заскакивает. Видите, он там практически находится. Вот. И этот ротор за счет того, что подается здесь напряжение, здесь у нас образуется магнитное поле, и этот ротор у нас вращается. Но этот ротор не просто так. Он должен же как-то заизолироваться, да. Соответственно, у нас есть вот такой вот корпус. Здесь на корпус ставится вот эта вот катушка с этой стороны. Вот. И с этой стороны вставляется наш ротор. И вот у нас вот сам якоречек, ротор, он вращается внутри статора, да. То есть здесь у нас есть заглушечка, а сюда вставится резиночка. Важно что посмотреть? Важно посмотреть вот на устройство, вот крыльчатки, крепление ее на роторе. Вот смотрите, я держу ее пальцами, и вот она у нас сейчас вот отсюда. Видите, там есть такой штырек, видите, оп, вот. А здесь вот у нас резиночка, вот. То есть он у нас упирается вот в эту резиночку. То есть у него свободный ход порядка там 180 градусов. То есть если мы возьмем новый насос, то у нас он также будет свободно вот на 180 градусов крутиться. А дальше уже он упирается в эту резиночку и оп, проворачивает. То есть магнит вот этот вот проворачивается в этом статоре. То есть это вот нормальное состояние, нормальное, так сказать, положение дел в этом насосе. Другое дело, когда вы вот так вот крутите, он вот так свободно вот так вот. Бывает, что он встает, крыльчатка отламывается здесь вот, да? И вот так вот она свободно вообще вращается так. Равномерненько, свободненько. Это неправильно. То есть она и должна вот с таким дерганем, с рывочками вращаться. Теперь давайте посмотрим, как у нас здесь устроено крепление этого насоса к улитке. То есть вот у нас сам сливной насос состоит из моторчика, который мы меняем, да? И условно мы его и называем насос. И улитка непосредственно. То есть мы проверили, что у нас воды нету. Соответственно, у нас питание отключено. Мы снимаем клеммы 220 вольт. Одну, вторую клемму. Вот у нас две клеммы. Они сняты. Дальше, если мы, допустим, хотим проверить слив, работает ли у нас вообще напряжение, приходит ли с модуля, да? Мы сюда встаем мультиметром, включаем, скажем, какой-нибудь слив или отжим программу и смотрим 220 вольт. Смотрите, я подключил мультиметр на два конца сливного насоса, два контакта. Дальше я включаю машинку. У меня здесь программа отжима, да? И смотрите, у меня здесь уже показывает 200 вольт. Давайте теперь... Я еще не нажал play, да? То есть я просто включил. Давайте выключим. Вот у нас пропало. Давайте теперь подключим насос. То есть смотрите, я подвесил насос, да? Ну просто донор. Подали на него те же самые контакты. Включаем. Включили. Насос не крутится, хотя при тех же измерениях у нас бы показывало 220 вольт. И это погрешность цифровых тестеров, да? То есть да, там есть фаза на этом насосе и мультиметр будет показывать 220, да? Но нету нуля. То есть ноль у нас разрывается модулем. Соответственно, он не крутится, пока мы не нажмем play. Выберем, допустим, отжим. Нажали play. Дверца у нас блокируется. И сливной насос пошел крутиться. Для проверки можно использовать не обязательно сливной насос, так как у вас его может не быть. Можно взять лампочку из микроволновки, открутить верхнюю крышечку, доставить тут лампочка. Она 15 ватт. Ничего она у вас не угробит. Также можно в качестве нагрузки использовать лампочку из холодильника. И любое, все, что немного потребляет, но как-то визуализирует вам свою работу. То есть нельзя повесить нагревательный элемент на полтора киловатта. Нужно понимать, что управление сливным насосом оно очень маленькое по мощности. То есть сливные насосы, они там 30-50 ватт, ну 60 ватт. А этот модуль, который управляет этим насосом, он может выдержать это. Если вы дадите большую какую-то повесить нагрузку, может не выдержать просто-напросто модуль. Поэтому лучше всего лампочку применять для проверки, собственно говоря, приходит ли напряжение и действительно ли оно соответствует 220 вольт. Если мы проверили, и у нас напряжение приходит, здесь все замечательно, здесь все чисто, а сливной насос, тем не менее, не крутится, да? То есть можно, конечно, его открутить. Вот у нас крепежные болты, которые делят у нас окружность на три части. Вот раз, два, три. То есть вот если смотреть спереди, раз, два, три. То есть не надо закручивать вот на эти вот отверстия, они не делят окружность на три равных части. Вот раз, два, три. Вот мысленно проводите. То есть вот эти вот задействуем, вот эти не трогаем. Откручиваем, подвешиваем, как он у нас вот висел, он может у вас крутиться, но при этом при воде под нагрузкой, так скажем, он у вас не сливает. Однозначно такой насос меняется. То есть его нужно нам заменить. Сливные насосы могут крепиться, как в нашем случае показано на Самсунге, на трех винтах, да? То есть у него есть, по сути, здесь вот направляйки. Вот он вставляется и винтами поджимается, да? То есть вот этот уплотнитель входит в улитку. Это у нас вот резиновое такое колечко. Оно входит в улитку и герметизирует наше соединение. Бывают также насосы с креплением на защелках. То есть вот он, допустим, ходовой насос с креплением на защелках. То есть у него также есть здесь резиночка. Он также входит в улитку, но при проворачивании, вот видите, конструкция вот этих вот защелок, она такая под скосом, он туда поджимается. То есть, когда вы его хотите демонтировать, если у вас такой насос, то не забываем, вот здесь вот язычок такой есть, который фиксируется и назад вы его не провернёте. Нужно отогнуть вот этот язычок и тогда проворачиваем сам насос и он просто-напросто вынимается без отвертки, просто с проворачиванием. По контактам сливные насосы могут быть с раздельным питанием, да? 220 вольт, что так, что так, не принципиально. Вот, могут быть контакты назад, то есть, считается вот это назад, то есть, это у него считается перед сливного насоса. Может быть, контакты спереди, да? То есть, могут быть вперёд под фишку, то есть, вот видите, здесь такой специальный разъём, который вставляется и как бы, ну, конструктивно он так сделан, что вы по-другому никак не вставите. Но, по идее, даже если у вас такой разъём, вот, ну, какой-то определённой формы, да? Вот эту фишку, так как у нас 220 переменная, что так, что так, не принципиально, эту фишку можно подрезать, вот убрать у вашего насоса вот эти усики, которые сюда у вас, если не будут попадать, вот, и вставлять её спокойно. Также можно взять любой, самый дешёвый вот сливной насос, да, с контактами раздельно, и фишку напросто просто откусить, и поставить здесь разъём мам-папа. Сюда, то есть, мамки поставить, сюда вы одеваете, и всё, никаких проблем, термоусадку сделали, ну, можно пропаять, можно так обжать, как бы, и достаточно хорошо они держатся, если нормально обжимать. Подытожим всё вышесказанное. Первое. Если стиральная машинка вообще не сливает воду, что нужно делать? Отключаете стиральную машинку от сети, сливаете в сливном фильтре, и выкручиваете его, смотрите не на него, смотрите внутрь, чтобы крыльчаточка у вас свободно вращалась. Дальше. Проверяете, приходит ли напряжение на сам насос с помощью мультиметра, а лучше с помощью нагрузки. И если оно приходит, значит, исправим модуль, да. Также обязательно нужно вынуть сливной шланг, и вставить его в ракуину. Попробовать. Может быть, у вас где-то в сливе, дальше там засор, да, и просто не прокачать никуда насосу. Если и слив не работает, и в раковину просто, да, или в ведро тоже не работает сливной насос, или он, допустим, вы вынули, вставили в ведро, у нас всё заработало. Назад вставляете, соответственно, у вас там засор где-то в канализации, вызываете сантехника, или сами прищаете, или вызываете сантехника. Дальше. Если же всё-таки вы пришли к выводу, что неисправен насос, заказать его можно у нас на сайте техномаг.ру. Доставка по всей России, СДЭК, ПЭК, почта, любые транспортные компании, как бы всем отправляем. Также у нас есть профили на всех маркетплейсах, Озон, Валберис и прочие. Также, если важная информация, если вы мастер, и хотите научиться ремонтировать стиральные машины, то у нас есть 8 моих прекрасных курсов, которые вы можете пройти за скромную символическую плату и научиться ремонтировать не только стиральные машины, но и холодильники, посудомойки, и ремонту даже электронных модулей. Вот как раз у нас тут лежит электронный модуль, который мы на следующей неделе будем ремонтировать с нашими студентами. Записывайтесь на наши мастер-классы, подписывайтесь на наш канал. Всего вам доброго, лучшего, пока!